Всем привет! Хочу показать, какая пуженина у меня получается. Она должна отстояться. Вот вы ее ложите в пергамент или в фольгу, снизу, сверху. Тогда она не пригорает. Получается сочная. Но я как делаю? Я с вечера минут на 40 ее в духовку. Можно в холодную, можно в горячую духовку. На большую температуру закрытую я ее не открываю до конца. И потом выключаю и духовка до остывания. И до полного, полного остывания. Тогда пуженина, смотрите, какая плотная. Она режется, не ломается. Вот, смотрите. Кто мне не верит. Такая вот пуженина. Чистое мясо. Режется не хуже, чем в магазине. Вот такие кусочки. Можно тоненько, можно толстенько. Как хотите. Можно кушать, чем угодно. Хотите бутерброд, можно или кушать просто как кусок мяса. С любым гарниром, с салатом. Очень удобно. Пуженину запек. И вообще не паришься с едой. Всегда у тебя мясо есть. Филе, кстати, тоже очень вкусно запекать. Вот. И тоже оно всегда на ура идет. И интюшиное, и куриное. Вообще отлично. Так что всем-всем рекомендую. Так, эпопея с вывариванием посуды продолжается. Я вам хочу показать вот результат. Терка. Смотрите, она как новая. Просто вот. Вот как новая. Вот это вот все. Я так что на ней терла морковку, правда. Вот это все, как вы вымаете, какими-то средствами. Даже содой. Вот это вот, оно все со временем такое, знаете, становится желтое. Типа как жир или что налипает. Как новенькое. Выварили тряпочкой, промыли с водичкой. Все. Так, варю супчик гречневый. Вот. Такое у меня крылышки были, плечевая часть. Такие, как мини-ножки. Как мини-голень. Вот. Поставила варить. Тут морковка, лук, картошка, крылышки. Из гречки сварю небольшую кастрюльку. Такая, не знаю, сколько тут. Может, 3 литра где-то. Так что вываривать я вам советую. Это никаких проблем. Вот сейчас судочки старые выварятся. И будут как новые беленькие, отличные вид иметь. Вот судочки. От судочки у крышки вот эти пачкаются. Все вываривается отлично. Даже нож у меня очень старенький. Вот такой вот, видите, для чистки овощей. Он белюсенький стал. Ну, где это было возможно. Вот. Такой вот белюсенький стал. Потом ложки классно вываривать. Обычные вилки. Очень-очень рекомендую. Только клей канцелярский, сода и вода. И все, больше ничего не надо. Оно само вываривается. Вы его промываете. И у вас чистая посуда. Лежу на диване. И любую с рыбками. Такие рыбки у нас красивые, цветные, салатовые, зеленые, желтые. Очень красивые рыбки. Сейчас название не вспомню. Потом покажу ближе и расскажу вам. Все-таки аквариум очень круто. У меня никогда рыбок не было. И одно время он в пустой стоял у нас долго. Потому что как-то подохли рыбки. И все. Вот. И мы не запускали. Опять решила запустить. У меня просто есть причина. На лето я не могу держать аквариум. На время отъезда на море. Поэтому. Ну, пока сейчас только осень. Еще зима впереди. Еще весна. И потом лето. Так что, что потом будет, не знаю. Может, потом тумбу куплю. Вот на колесиках. И просто его переставлю куда-то. Ну, так вот. Пока лежу и любуюсь. Как Виталинка уроки делает, я прилегла на 5 минут. Такая ночнушка. Кружево. 200 гривен. Наверное, возьму. Мне нравится. Приятное очень. Такой пестхалтер. Комплект. Буду думать. Сзади, кстати, спинка тоже вот такая вот. Такой еще топ. Такая куртка. С таким шалевым воротником. Свободного покрова. Симпатичная. Видите, рукав как свободный. Это М. Семечка. Семечка. Я пишу. Вот такой. Это буду думать. Симпатичная Ну как-то с капюшоном Не знаю Ладно, пока не буду брать Подумаю Если сильно западет Потом приду Так, пришла я Наконец-то Блудная дочь Вернулась Сейчас первое, что могу сделать Раздеться Сумочкой с этой хожу Такая вот Показывала я, да Разденусь Ой В улице, в принципе, тепло Сейчас дотащу эти культи Боже, как я шла Я думала, девочки, меня прыгут Пошла Такая, думаю Опоздала, вернее, в куп раньше пришла На 15 минут Думаю, не, я по магазинам не пойду Там Ашан и Фозе Не пойду Бонаберусь, как всегда По дороге ехала В кишенью зашла Тоже думаю Не, не, не В кишенье ничего брать не буду Только там взяла Виталенке Канцелярию Вот Чтоб не тащить Думаю, все равно Выходные Все равно Это С мужем пойдем скупляться В самом конце Зашла в эко-маркет И, блин Просто капец Еле дошла Останавливалась Не знаю Каждые 2 минуты Наверное Пробегусь чуть-чуть И останавливалась Так Сейчас мою руки Хотя буду все равно Трогать Еду Вы уж меня простите У меня гайморит Так Сейчас попью воды Я не ела еще ничего С утра Сегодня Вот Сейчас у нас Без 15,2 Все Поехали Так Я кашляю У меня Гайморит Сказали, что Какой-то гайморит Как-то там его Глазили Короче Он не гнойный Такой, что Прямо вот Ну там А вот Воспалительный Вот И это Уже хроническая форма Я так поняла У меня Но к лору Я попасть не могу И сегодня Анализ По легким Забрала Все у меня хорошо Кремоней нету Легкие чистые Но у меня Очень сильная Мокрота Отхаркивается Из-за гайморита Видимо Ночью У меня забрасывается Это С носа Все Как и бяки И К утру Я вот это До обеда Целый день Раскашливаюсь Конечно Куда-то выйти Это проблемно Так Девочки Что я взяла Сразу Беру с этих Кульков Вторых Потому что Эти кульки Оставила на пол Поэтому Эти выбрасываю Эти оставляю По 38,50 Четверть Куриная И голень Была по скидке Тоже Но я Она сказала Четверть свежее Поэтому Была четверть Сейчас я ее всю Кто-то Мне тут Картины Поздрасывала Что тут За временная Кошка Была такая Дальше Что я взяла Еще Еще я взяла Два килограмма Там Десять Так Десять штук Маленьких Четверти Тоже Два килограмма Два килограмма Филе Куриного Батон Потому что Кишмиш Виноград Такая желтая Большая ветка Я взяла Или далеко села Или не знаю Короче Мне он понравился Я его взяла Такой вот Желтенький Виталинка Очень любит Кишмиш Хотя у нас Есть виноград С Гаража Но это другое Она тут не ест Сливы По 17 гривен Даже дешевле Чем на рынке взяла Венгерка Вот такой барбекю Барбекю Соус Сливовым пюре И медом Брала Уже дочке нравится Ну вообще детям нравится Бутербродный крекер Он сейчас по 39 гривен А так обычно он по 70 Он знаете что На что похож Ну такой крекер Жирненький Хрустящий Солененький С вкусом бекона Он похож Типа тука Да Ну тука Очень нежный Мягкий Такой Ну хрустящий А этот более жесткий Такой Оно прикольно Дети тоже любят И я такое люблю Так что Иногда можно Тем более партия Яблоки взяла Не знаю какие Но так по виду Неплохие Цена была 21,90 Более или менее Из тех что есть Потому что яблоки Вообще в этом году Я не понимаю По 40 гривен Это очень дорого Может потом они будут дороже Зимой как всегда Дешевые яблоки Каун Херсонский Каун 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 Херсонский Каун Цена на украинском мове Арбуз Арбуз Херсонский Кстати Чуть примяла его 4,99 Взяла половинку Ну вот оно мне надо было Ну что нельзя было Подождать до завтра Литом вечером Сыну хотя бы сказать Чтоб сходил за арбузом Не Каперлоса Ой Женская натура Так Что я взяла Нога Еще в такой аптеке Была сегодня Вот такая витаминка Витамин Мережа Аптек Раньше там была Другая аптека Но Ее закрыли Я так расстроилась Потому что там было Мое лекарство Которое Я нигде по другим аптекам Найти не могу Вот Оно раньше 65 Стало Сейчас уже 89 Фемофит Капли Вот Я Снимала Отдельное видео Про эндометриоз Рассказывала Вот Ну Не буду говорить Как бы советовать Но мне Они помогают При эндометриозе При женских болезнях Вот При Болях Ну То есть Перепады настроения Мне помогают Вот эти капельки Эндометриоз У меня Не так сильно Как бы Разрастается Развивается Капельки взяла Такие Потом Наконец-то Я нашла Биотин Для волос Стоит Сколько он 114 гривен Стоит Буду пить Посмотрим Что еще Я взяла В аптеке А Еще я взяла Никотиновую кислоту Я взяла 5 ампул Буду Втирать В кожу Голову Биотин Я тоже взяла С этой целью Потому что У меня Выпытают волосы В кишени Я была Значит В аптеке Я потратила 223 гривны 95 копеек Сейчас скажу Никотинка 5 ампул 21,45 Стоит Дальше В кишени Я взяла Две пачки Вот этих Моих Самых Самых Любимых Салфеток Обожаю Девочки Это Вот действительно Они очищают руки Когда вы Протрете Вот этой салфеткой Еще зеленые Есть Вот Зеленые и синие Мне нравятся Ну вот Синие вообще Когда протираете Этой салфеткой Руки Действительно Чувствуются Что чистые Не так Как от других Салфеток Знаете Поелозил Просто грязь Туда-сюда Вот А я еще Если мне надо Хорошо Ну если я буду Так там Смачно кушать Руками Сильно Да То я Прыскаю Антисептиком И потом Он чуть-чуть Подсыхает И протираю Этими салфетками Классные Сейчас они в кишени По 11 гривен А вообще У них цена Сейчас 16 гривен Вот эти цены Поэтому я Такими сильно Не Они со спиртом Видите Написано Со спиртом Вот Так Еще в кишени Я взяла Два антисептика Потому что Как выяснилось У меня У старших детей Нету Почему-то По крайней мере У дочки Она сказала Что у нее нету Что я ее не покупала Хотя я знаю Что я ее покупала Эти антисептики Пахнет вишней Это в кишени Он стоит 17 гривен Вот Самый дешевый Антисептик Какой я видела Где-либо 17 гривен В кишени Вот Он Не вонючий Хорошо очищает Мне нравится Вот И удобный Очень Баночка У них Гелевые Я не люблю Они не очищают Руки Я не люблю Так Взяла вот такие Обложки Первый класс Вы не смотрите Что первый класс Просто Просто У нас такие Тетради Высокие Знаете Которые уже Другого не зошиты Называются они В которых Книга типа Тетрадь Да Писать в ней Вот Вроде бы Они должны подходить Но если не подойдут Но будут лежать Стоили 12 гривен И вот такие Я взяла Они Для книг Написано Тоже Вроде бы Тоже Вроде бы Подходят Ну Восьмой Девятый Класс Если не подойдут Будут лежать Дальше Вот Это мне Прошелку Дали В аптеке Сейчас Посмотрю Что тут Есть Интересного Смотри Смотрю Что тут Есть Интересного По скидкам И Можно Будут Сходить Взять Магникум Вот Кстати Магникум Можно Было Было Взять Попить Так Взяла Виталиночки Тетради Нам В этом Году Разрешили В этом Году Вообще Все Можно Девочки Вы не Представляете Боже Мой В том Году Если Ты Написал На Продленку И Не Ходишь Больше Четырех Раз В Неделю То Все Надо Писать Заявление Что Тебя Отчисляют И Все В этом Году Пожалуйста Напишите Все На Продленку Пожалуйста Понимаете Потому что Я не знаю Почему так Пожалуйста Напишите На Продленку А хотите Ходите Хотите Не Хотите Боже Какая Прелесть Я Не Понимаю Чем Этот Год От Того Отличается И В этом Году Нам Разрешили Тетрадки Учителька Сказала Я Края Муха В том Уроте Чула Что Вы Покупаете Красивые Зошиты А Я Их Обкладываю Порчу Типа Но Она Брала Четыре Листа И Так Вот Его Закладывала И Его Мы Подписывали Вот В В Этом Году Хотите Пожалуйста И Я Пошла Докупила Зошит Потому Что Я Купила И Дешевые Знаете Такие Ошановские Ну Потому Что Я Думала Опять Закладывать Думаю Блин Ну Какая Разница За 3 Рубля Зошит Покупать Или 90 Копеек За 3 Ривны Или 90 Копеек Поэтому Не Покупала Ну А Теперь Можно Значит Я Пошла Купила И У Е Там Есть Еще Ну Я Докупила Вот Такие Вот По Три Чем Зошит Такой Такой Вот Эти Вообще По Гривне Чем То Были Хорошие Тоже Правда Такие Вот Еще Один Такой Взяла И Вот Такие С Поняшками Поняшки Вот Такие Вот Как Для Девочки Эти В Клеточку Они Как Лишние Зошиты На Следующий Год Остаются Ничего Такого Лишнего Куп Пошла Я В детский Куп За Вот Этой Папкой Блин Я Вообще Пошла За Другой Виталинке Там Очень Одна Папка Понравилась Девочка Держит Единорожку В руках У Мужа Футболка С Таким Рисунком И Я Такая Пожлобилась Не купила Даже Не из-за Того Что Из-за Денег Она 50 Гривен Или 60 Стоила А из-за Того Что Она Картонная И Тяжелая И Она Только Для Маленьких Тетрадей Я Говорю Довица Ну Она Место Будет Тяжесть Будет Придавать Короче Я ее Не купила А теперь Я смотрю У нее Бардак Такой В этом Портфеле В рюкзаке И Я взяла Ей Такую Большую Ну Выбрала Вот Такой Рисунок Симпатичный И Я Надеюсь Что Сюда Подойдут Вот Эти Зошиты Которые Длинные Не знаю Я Примеряла Обложки Вот Эти Видите Как Оно Притык Не знаю Подойдет Или Нет Еще Для Мне Загадка Подойдут Для Обложки Вообще Короче Взяла Если Нет Будут Для Тетрадей Потому Что Эти Тонкие Тетради Оно Все Там Перемешку Так Это Мой Зонтик Потому Что С утра Шел Дождь Сейчас Я Подвешу На Место А Еще Виталиночка Взяла Вот Такой Какой-то Необычный Лизун Не знаю Очень Красивый Видите Какой Вот Такой Вот Очень Красивый Как Глестки Такие Как Космос Фиолетовый Очень Классный Но Я Не пойму Почему Он Такой Интересный Лизун Антистресс В нем Вот Такая Какая-то Штука Тут Видите Как Воздухоосвежители Продаются Такие Гелевые Я Не знаю Почему Почему Он Такой Интересный Немая Запаху Немая Смаку Немая Аллергия 19 Ривен Кстати Мне Интересно Не знаю Почему У него Крышка С такими Дырочками И там Еще Одна Крышка Ну Короче И Баночка Прикольная Купила Виталиночки Виталиночка Пошла На продленку Захотела Поэтому Так Значит Что У нас Папка Стоила А Даже 69 Гривен Она Стоила Ух Бушмар Цены Конечно Чеки Оставлю На всякий Случай То Мало Дышу Ставлю Здесь Так Это Выкину Это Что У нас Это Аптека Лишит Хотя Это Все Возвращать Нельзя Хотя На море Я Купила Капли Детские И Мне Дали Не Те Вот Мне Дали Взрослые Которыми Я Не Могла Пользоваться Я Пошла В аптеку И Дети Мои Старшие Муж Говорит Не Аптеки Ничего Не Возвращают Не Меня Я Пришла К ней Говорю Вы Мне Не Те Капли Дали Вот Сонарин Вместо Взрослых Детские Она Такая Ой Говорит Извините Говорит Сейчас Я Вам Поменяю Это Говорит Они Упаковку Поменяли Другую Очень Похоже Стали Взрослые Детские Вот И Поменяла Мне Без Проблем То Вообще Девочки В железном Порту Все Можно Все Я Вам Серьезно Даже В аптеке Лекарства Поменять Поэтому Всегда Пробуйте И Магазин Куб Наконец Магазин Куб Я Купила Себе Ночную Рубашку Я Очень Давно Хожу Там В отдел Белья В Кубе Ой Молчешется В Кубе Хорошее Белье Продается И Бюстгальтеры Я покупала Хорошего Качества Можете Не бояться Брать Я его Называю Куб На самом Деле Он раньше Так Назывался На самом Деле Вот так Называется Мин Вот так Кружочек Территория Минимальных Тим На Петровке Есть На Святошино Не знаю Где Кто С Киева Забивайте В интернете Смотрите Может И в других Городах Не Знаю Короче Говоря Лазила Я Пересмотрела Все Цены И тут Смотрю Опа Ночная Сурочка 199 гривен Какая Она Приятная Это По-моему Вискоза Она Такая Холодит Очень Приятная У нее Внизу Я снимала На брюки Вмерила Вот такой Разрезик С бантиком Я Состава Тут Нигде Не нашла Видите Даже На швах Нету Вот этой Бирочки По составу Нож же Чешется Невозможно Да Вот Вот Видите Я вискозу Прямо Чую Чую Вискозу 95 вискоза 5 эластан Обожаю Вискозу Она не мнется Обожаю Футболки Из вискозы Ну Приятная Вообще И еще Большой Плюс Знаете В чем Вот Так Вот Знаете По честному Что Что Тут Нету Определения Груди Такой Штучки Знаете Которая Ну там Расшита Вот так Определяет Грудь Где ваша Должна быть Грудь Грудь У всех Разная 18 лет И в 40 Грудь Разная И она В разных Местах Находится Конечно Земное Притяжение Никто Не отменял Вот И поэтому И плюс Еще Тоненькие Лямочки Которые Регулируются Кружево Тут Очень Красиво Очень Приятно Я боялась Что она Будет На меня Мала Честно Говоря Она в жизни На мне Смотрится Намного Красивее Нежели На камеру Я смотрю Симпатичная Такой цвет У нее Видите Розовенькие Цветочки Короче Я купила себе Ночнушку Потому что У меня Ночнушек Нет Честно Вам скажу У меня есть Майки В которых Спать Кружевные Всякие Вот Но ночнушек У меня нет И у меня Есть только Ночнушки Атласные У меня есть Атласная Красная И атласная Такая Розовая В цветы У меня Комплект С халатом Но Она Как-то На меня Стала Маловато И я Некомфортно Мне чувствую Вот это Будет Самое То Халат На меня Нормально А вот Ночнушка И там Я поотдавала Дочке Своей У меня Были Маленькая Маленькая И шортики По идее Надо Ну Вроде бы Так Я понимаю Ну Тогда Надо Каждый день Менять Эту пижаму Получается Или шорты От пижамы Менять Надо Вот Потому что Ну Как Переспал И все Да И надо Уже Снял И утром Поменял Тогда Значит И майку Надо Менять Да Получается Каждый день Надо Новую Пижаму Или Как Ну Вот Как Майка С шортами Да Продается То есть Каждый день Надо Стирать Да Эти шорты Получаются Как трусы Или В трусах Спать И в шортах А смысл Тогда В трусах И в шортах Так Я и так В трусах Сплю Типа Ну Чтоб Никто Тебя Не видел В трусах Так А чем Трусы Особо От шорт Отличаются Не особо Поэтому Я не понимаю Смысла Ходить дома Да А вот Спать В ночнушке Можно Без трусиков Поэтому Как бы Ночнушка Этим Очень Уже Ну Смотрите Какая она Маленькая Сколько Места Занимает В поездку Куда угодно Вообще Я довольна 200 гривен Вообще Так Вот От нее Цена И у меня Еще Скидка На нее Там Была Не знаю Сколько Ценит Чек Мне дали Или нет Я что-то Не поняла Да Дали чек И сейчас Я вам покажу У меня Скидка Есть По карте Значит На Ночнушку У меня Скидка 13 Ну 14 гривен На ночнушку И на вот Такой Комплект Тоже Те же 14 гривен Какой Бомбический Комплект Я купила Я вам Его показывала Там Верх Только Короче Смотрите Вот это Вот задняя Часть Это спинка Прозрачная Вот такая Вот Закрыта Как маечка Знаете Как топик Полумаечка И вот Смотрите Тут тоже Сетка Впереди И здесь Идет Внутри Чашечки Мягкие Вставлены Вот Я думала Что на меня Этих комплектов Нет Здесь еще Такие Разрезы По бокам Идут Как он Классно Смотрится Какой он Комфортный Вы не Представляете Просто Это просто Кайф Вот Такой топик Я так понимаю Это больше Зимнее Ну как бы Больше зимой Хотя может и летом Не знаю У кого хорошая фигура Можно носить Спокойно Как топик Даже спортивный Круто Так смотрится Вообще У меня даже Идея Можно Как купальник Одевать И В комплекте Еще и Трусики Представляете Смотрите Какие трусы Классная Ткань Такая Вот она Типа Вот так Она просто Обрезается Я не знаю Бесшовное Это белье Называется Ластовица Вот такая Вот в нем Тут сеточка Тоже Трехугольничком Идет Вот тут Впереди И такие Трусики Ну трусики Я не мерила Я думаю На меня будут Трусики Трусики Я М-очку Ношу Вот Ну иногда Л-ку Вообще М-ка У меня Трусики И этот Комплект Тоже Стоук Вистерий Тоже На него Скидка 14 гривен Блин Я просто Ну я Я не планировала Столько брать Я вообще На себя Не привыкла Столько Тратить Мне так Понравились Эти вещи Думаю Блин Ну что я Не могу Себе Позволить Штуку Потратить На себя Любимую Что я Не заслужила И еще Одна Покупка Мы когда С Виталинкой Ходили в клуб В детский Мы проходили Через взрослые Я увидела Там Кроссовки Ну вы знаете Что кроссовки Я беру Оригинальные У меня Сайкони Я обожаю У меня Пума Которым я привыкла До сих пор Не могу С мягкой Вот этой Вот стелькой Ну я Я люблю Хорошую обувь Как бы Да И иногда Гомнецо Покупаю Конечно Иногда Иногда Хочется Разнообразие Покупалась Я в этом году Вы видели В начале года У меня шлепки Не шлепки На танкетке Были босоножки Да Шлепанцы Довольно Ими безумно Конфискат Да Магазин Покупала себе В том же Конфискате Такие Спортивные Сегодня я в них была На липучках Тоже довольно Классные Вообще Ни разу не натерли Замечательные Удобные Когда вам надо Быстро одеть И побежать Куда-то Но не в шлепках Очень удобные Полуспортивные Такие И вы знаете Упал у меня Глаз на эти кроссовки Я вот где-то Неделю ходила Созревала Думала о них И сегодня пошла Думаю Посмотрю Буду там Посмотрю эти кроссовки И посмотрела И купила их Пыльнички Они Взяла Тридцать седьмой Тридцать седьмой Мне тоже Подошел Но Тридцать седьмой Был комфортнее Вот такие Кроссы Просто Когда я вам сейчас Скажу цену Мне они Очень понравились Я думала Такие вот Там даже Есть Похожие Даже Похожие Есть По 1200 Вот Даже 1800 Не кожа Да Чтобы вы понимали 1200 Это не кожа Ну 1600 1800 Это кожа Я увидела их То что в них Ну вообще Ничего Нигде Ничегошеньки Ни намека Никаких Нет Наклеек Нашивок Надписей Блин Я так не люблю Всяких Подделках Когда вот это Вот делают Неправильные Надписи Или вообще Просто Спорт Кроссовки Ну зачем Ну не надо Ничего Просто Сделайте Там Без надписи Да Нет Клеят На сумке Вот Афэшн Блин Не люблю я Бывает сумочка Хорошая Но Афэшн Это все Я увидела Эти кроссовки И я вот Неделю Думала 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 О них И Пошла И купила Стоили они Стоили они 599 гривен И скидка По моей карте На них 42 гривны Вот Вот такие кроссовки Современные Модные Мне понравились Потому что они черные Однотонные Ничего на них нету На осень Если зима будет теплая И зимой я в них тоже буду ходить Вот Замечательно Кстати Очень Довольно таки Удобные Легкие они Стилька не вынимается Стилька как кожаная Вот такое название Название Кстати Стиль Стиль Не знаю Они там Целая у них Как бы линейка Этого Ну Этой фирмы Текстиль Черный Китай Она сказала Что это фабричный Китай Я не знаю Мне фиолетовый Честно Фабричный Не фабричный Вот Там написано Вот Не знаю Понравились мне И все Вот так они выглядят Это искусственная замша Вот Хорошо проклеены они Не знаю Я думаю Я два года В них отхожу Вот Возможно Это даже станут Моими любимыми Вот Но Сайкони Никто не отменял Если черные Собки Появятся По скидке Я возьму А вот Ну так называется Фирма Коробочка Кстати хорошая Все приличное Такое И все И я счастлива Я не ела Ничего Целый день Потому что я думала Только в поликлинику Со школы сбегаю После школы Поликлинику И домой Но нет Так Я воды выпила Чашку Теперь я могу покушать Сейчас я покушаю У меня есть крылышки Вот Жареные Плечевая часть Сейчас я их покушаю Вот И Буду быстренько Вот тут разгребать Все что купила Поразлаживаю Арбуз покушаю Помою фрукты детям Наведу порядок На столе Вот Пока выключаюсь Попозже включусь Так Ну что Сегодня не жарко Уже Осень у нас пришла И пора возобновлять Уход за кожей Как бы летом Я не пользуюсь Практически Очень редко Я очищающими масками Могу попользоваться Скрабами Но В общем Я ленивая И в основном Я не пользуюсь Летом Никакими масками Кремами Так вообще Еще там Какой-то первый месяц Я под глаза Крем Мазала Наносила А потом уже Когда мы на море поехали Я даже ничем Я брала с собой Один раз Или два Я там помазала Вот То есть Губы мазала Кармексом у дочки Брала Бальзам Ну в общем Я летом У меня очень жирнится кожа Ей очень жарко Моей кожи И я Не использую Никакие средства На нее Я только умываюсь Вот Продолжаю умываться Дегтярным мылом Уже Не знаю Наверное Десятая баночка У меня Очень-очень классно Пока Не разочаровалась Все прыщики На носу Вообще Выдавливать нечего Вот появился у меня Какой-то прыщик Но это у меня были Особые дни Вот А так у меня вообще Прыщики Исчезли С лица Подбородок Вот эти белые Знаете Которые такие Вот Их много-много И нос Это все Вообще Исключено Ничего нету Значит Что я сейчас делаю Я умылась дегтярным Хотя сейчас уже не утро Но Пока у меня есть время И нанесла Вот такой Полирующая Маска Скраб Вот Белорусская косметика К сожалению Муж мой Не поедет В Белоруссию И не знаю Когда поедет Теперь Возможно Даже они закроют Там филиал Поэтому Девочки Остатки роскоши Будем пользоваться Ну Если очень что-то Любимое Конечно Я буду на мейкапе Заказывать Если будут поставки Вот А так Белоруссию Сейчас нельзя поехать Потому что Можно даже попасть в тюрьму Поэтому Никто туда не едет Вот Значит Нанесла я эту Маску Скраб Я Она такая С мелкими Мелкими частицами Типа пензы Вот Побудет сейчас Минут пять На лице Потом я Помассирую Смою И нанесу Глубоко очищающую Вот такую маску На основе Глины Вот Чуть-чуть У меня еще Вот это Осталось Не знаю Есть ли там В новых масках Нету Вот И не знаю Может быть В конце Еще нанесу Какую-то Масочку Очень Очень-очень-очень-очень Это Я прям Если муж Поедет Я хочу Всю серию Эту попробовать Мне понравилось Вот Так что Возобновила уход Буду Ухаживать Вот И подумываю Все-таки Коротко Совсем Постричься Не знаю Не знаю Сегодня прям Порывалась Парикмахерскую Зайти Но Еще думаю Вот Так что Масочка Пока действует Я пойду Постель Застелю И хочу Полы Помыть У себя В комнате Ой Отрезала себе Половинку Яблочко Какое Оно вкусное Слушайте Вообще Вот так вот Выглядит Они зеленые Таким красным Бочком Оно Такое Сладкое Единственное Что Знаете Оно не сильно Сочное И не сильно И не мягкое Оно такое Жесткое Вот Прям тяжело Выживать И шкурка Такая жестковата Но такое Вкусное Сладкое Вообще Понравилось Класс Прям рекомендую У кого Эко-маркет Идите Покупайте У кого нет Может в других Магазинах Подобные Яблочки Вкусные Можете брать Спокойно Да И кстати Я не Не договорила Не рассказала Вам У меня сегодня Я сегодня Одинокая Сегодня пятница Вечер Но К сожалению Или к счастью Для моего мужа Его пригласили Сегодня на день рождения Директор Один из директоров Вот Поэтому Там кстати Видите Моя картина Висит И наша с мужем Фотография Это он делал На работе Ему делали Специальную Такую С ДСП Вот Так что Муж идет на день рождения Далеко Аж метро Бориспольска Он не будет пить Он поедет за рулем И может быть Может быть Мы с ним поедем гулять Может быть Я к нему приеду И мы поедем гулять А может быть Он в центр На машине Подъедет И мы погуляем Посмотрим А может и не погуляем А может Завтра погуляем Но гулять будем Все выходные Сегодня пятница Будем гулять По любому Вот Так что Такие вот Новости В комнате Что вам сказать Показывать не буду Вот Бардак Ужасный Я не знаю Я вот это смотрю У нас везде Все лежит Стоит Лежит Стоит Я такая думаю Блин Может с этих полочек Там где все красиво Должно быть Все сгрестило В одну коробку А потом пораскладывать Не знаю Блин И цветы Скоро С балкона придется Заносить Куда-то определять Короче не знаю Бардак Он видите Что на комоде творится Мы еще с моря До сих пор Не все вещи разложили Вот честно Я их Увезла А теперь обратно Положить Я не знаю Куда их сложить Они обратно Не помещаются Короче Надо пересматривать Опять все заново Переделывать Перелаживать Вот Так что Сейчас Застелю постельку Свою красивую Красивым Кледиком Новым Которым я вам Показывала Вот этим Вот И буду Психаную Буду лежать С маской на лице На самом деле Хочу Что-то поделать Хочу Еще и кушать Надо сегодня Приготовить Наверное А может нет У меня есть сосиски Может обойдемся Без этого Пельмени есть Посмотрим Потому что Не знаю Ну гарнир Надо сварить По-любому Какую-то кашу Вот Либо вермишель Либо пшеничку Либо Что-то Типа этого Вот Все Не буду Задерживать себя Буду Буду Начинать Делать работу Так Иду смывать Уже вторую маску Не показала вам Где она Где она Вот эту я нанесла Вторую Лупоко Очищающую Девочки Уже почти Четыре часа Виталинка Обещала Втри мне Позвонить Что я ее Заберу Не звонит Видно Хорошо И там Направленки Звонила мне Говорит Мама Я хочу тебе Сказать Что я тебя Люблю Ну и все Я сейчас Позвоню Сейчас Доделаю дела Позвоню Учительнице И пойду за ней И умываться Буду таким Спонжиком Я показывала Покупала В кишени Ну Летом Перед отъездом На море Очень крутой Очень мягкий Классный Вот Буду умываться Буду его попачкать Поэтому быстро Быстро Его смываю Водой Так Не выдержала Нанесла Свою любимую маску Так за ней Соскучилась Вот эта вот Гель маска Ровно тонн Пять фруктовых кислот У нас нету солнца Тем более уже вечер Вот Думаю Ничего страшного не будет Ну прям Соскучилась за ней На мокрое лицо Нанесла ее Вот Так что Наслаждаюсь запахом Обожаю эту маску Одела обруч Бегу за Виталинкой В школу позвонила Учительница Сейчас Виталинку Выведут Лисомана выйдет Не знаю Короче бегу Не успела показать Дочка приготовила Цезарь С ананасами Там у Виталинки Тоже она кушает Да Вкусно Тут салат Айсберг Помидоры Жареный бекон Витварная Куриная грудка Ананасы Сухарики Яйцо Салат Запрал Как Цезарю И мы еще Барзамический Соус Крем А помидорки Еще Красное Вино Испанское Сейчас муж приедет С дня рождения И мы Погуляемся На этом Влог заканчиваем И мультики Смотрим Все Всем пока Представляете Кто-то ел И вырубился Вот так вот Вот так вот Ела И вырубилась Я вышла На 2 минуты И все Пришла Еще бы чуть-чуть Лицом В тарелку Теперь точно Всем пока В тарелку В тарелку